Дальневосточной научной библиотеке исполнилось 125 лет. Начиналась она с небольшого домика, помещения при музее, а сейчас у учреждения 5 корпусов. Первые книги, которые в библиотеку пожертвовали представители династии Романовых, увидела Яна Коробицына. На сцене Тюза премьера спектаклем Дирсу Узала сотрудники театра юного зрителя поздравляют Дальневосточную научную библиотеку. Он был прав и рассуждал о вещах так, каковы они есть на самом деле. Но вот заря стал на возгораться. В зрительном зале чиновники, ректоры вузов и видные хабаровские ученые. Зам. директора Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Махинов в молодости часто засиживался допоздна в залах научки. Здесь собраны уникальные книги, уникальные издания позапрошлого века, которые нигде в другом месте получить очень трудно. А здесь я с удовольствием занимался в этом зале и ходил за три километра отсюда пешком, потому что после этой библиотеки ехать в транспорте для меня было как-то... Здание на краю Амурского бульвара появилось у библиотеки только в 1944 году. Первое помещение в 19 веке построили буквально на сдачу. Так вот, это здание было построено на деньги, которые остались от памятника. А памятник был поставлен Муравьеву Амурскому на утесе. Осталось немного денег, и было решено построить инвалидный домик. Его построили, и вот туда переселилось русское географическое общество с музеем и библиотекой. Указ о создании первой библиотеки в Хабаровске издал Николай Иванович Градеков. Библиотека называлась Николаевской в честь первого дарителя, тогда еще цесаревича, будущего императора Николая II. Первые 453 книги в библиотеку пришли морем в заколоченных ящиках. Практически на всех книгах того времени ставили владельческие знаки, экслибрисы. Вот это вот экслибрис, который принадлежал Николаю II. Им он отмечал книги своей личной библиотеки. Здесь зашифрованы инициалы владельца, и сверху императорская корона. Изначально русское географическое общество задумывало библиотеку исключительно для научного сообщества. Но император Николай Александрович пожелал, чтобы его книги были доступны всем. Библиотека из научной становится публичной, и хабаровчане получают невиданный доступ к книгам. До этого на Дальнем Востоке был только один книжный магазин, и тот во Владивостоке. Мамы, крестьянки с детьми приходили в библиотеку, брали книги. И вот этот вот момент, что эта книга из библиотеки императора, самого императора, властителя России, внушалась ребенку, что бережно нужно относиться к книгам. Следующим дарителем стала вдова великого князя Константина Александровича, брата императора Николая II. Она прислала в Хабаровск 8,5 тысяч книг из его библиотеки, на иностранном языке, по истории Европы, на русском, по морскому делу и законодательству. Большая часть фонда Дальневосточной научной в то время — это пожертвования из личных библиотек. Михаил Иванович Винюков в наших землях службу проходил при графе Муравьеве-Амурском. После смерти внушительную часть своей библиотеки завещал Хабаровску. Человеком был разносторонний, здесь книги по истории, философии, биологии. В посылке встретился даже запрещенный в то время герценовский колокол. Сейчас в фонде Дальневосточной научной 4 миллиона книг. В год библиотеку посещают 45 тысяч хабаровчан, а первые экземпляры, по которым учились первые хабаровчане, можно увидеть в книжном музее. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.